Минские соглашения Сейчас Киев и Вашингтон проводят консультации о форме участия США в процессе. Оно может быть тесно скоординировано с нормандским форматом, либо это будет параллельный процесс. Однако непосредственно участия Вашингтона в таких переговорах ожидать не стоит. Также министр сообщил, что Украина и США будут наращивать контакты на уровне оборонных ведомств. В планах обсудить дальнейшее предоставление военной помощи. Встреча президента Украины и Америки состоится тогда, когда будет определен формат участия Вашингтона в давлении на Москву. У нас сейчас налаживаются тесные контакты, в том числе и с новой командой. И, конечно, будут личные контакты в ближайшее время. Как только мы определимся относительно того, какими будут формы участия Соединенных Штатов Америки, выйдем на то, как двигаться, чтобы у нас были четкие элементы координации подготовки встречи президентов. Киев предложил Брюсселю разработать новый формат ассоциации с Украиной, Молдовой и Грузией. По словам Павла Климкина, диалог с ЕС о новом формате уже идет. Глава МИД ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства. Он состоится в Эстонии в этом году. Министр также сообщил, что Украина ведет переговоры о визовой либерализации для украинцев с 27 странами. По смягчению визового режима с 11. Павел Климкин надеется, что уже в ближайшем будущем украинцы смогут свободно посещать 100 стран. Россия будет пытаться сорвать интеграцию Украины в западные структуры. Такое заявление сделал глава нацразведки США Дэн Коутс во время заседания комитета по разведке Сената США 11 мая. Транскрипт его выступления размещен на сайте американского разведведомства. В нем говорится, что стратегические цели Москвы – это сохранение долгосрочного влияния на Киев и срыв его намерений. Путин, скорее всего, будет действовать по многим каналам, в том числе посредством российской агрессии на востоке Украины, подчеркнул Коутс. Кремль хочет заставить Киев реализовать Минские соглашения в российской интерпретации. Кроме того, Москва стремится подорвать экономику Украины и расшатать политическую ситуацию. Таким образом, Кремль хочет восстановить свое влияние на процессы принятия решений в Украине, считает Дэн Коутс. За прошедшие сутки на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения. Особенно горячо бы вчера было на Мариупольском направлении. Под минометным огнем боевиков оказался Павлополь и Широкино. Красногоровку враг атаковал из гранатометов и бронетехники. Неспокойно и на Донецком направлении. Из минометов БМП и тяжелого вооружения. Окупанты обстреляли Авдеевку и Горловку. На Луганском направлении противник нарушал режим тишины в станице Луганской, на Вайдаре и Попасной. Боевики использовали минометы и БМП. С этого же оружия враг обстреливал Крымское и Валуйское. Всего на этом направлении за прошедшие сутки противник семь раз нарушал режим тишины. 21 мирный житель погиб, 116 пострадали. За последние три месяца на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он добавил, в миссии предупреждают о возможной эскалации ситуации на востоке Украины. Одной из причин Хуг назвал близкое расположение позиций двух сторон. К тому же боевики на 750% увеличили количество запрещенного вооружения на подконтрольных им территориях. Напомню, ранее украинская разведка сообщала, что российская военная техника, которая 9 мая участвовала в параде в оккупированном Донецке, отправилась на боевые позиции террористов. Также Хуг отметил, что на неподконтрольных территориях продолжаются угрозы в отношении наблюдателей, при этом в так называемой ДНР никак не реагируют на нарушения. Невиновные в подрыве патруля, невиновные в сексуальных домогательствах в отношении женщины-наблюдателя не наказаны. Конечно, в первую очередь это было нападение на трех человек, которые находились в автомобиле. Но в более широком смысле это было нападение на всю специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, нападение на минские договоренности, мониторинг и верификацию которых мы осуществляли, а также нападение на все 57 государств участниц ОБСЕ, по поручению которых мы здесь работаем. Сексуальные домогательства не могут остаться безнаказанными. Нарушение минских договоренностей не может оставаться безнаказанным. Убийство мирного населения, будь то в их домах или на полях, или во время патрулирования СММ ОБСЕ, не может остаться безнаказанным. Демократия по-российски. Ежедневно сотни крымских татар коренного населения Крыма подвергаются репрессиям. Их дома обыскивают, им шьют новые уголовные дела, их семьи запугивают. И все это на Крымский полуостров принес русский мир. Тему продолжит Маргарита Статюк. В Украине проживают представители более 130 национальностей. Один из коренных народов – крымские татары. Из-за аннексии полуострова этот народ практически на грани выживания. За три года оккупации Крыма там прошли сотни обысков в домах крымских татар. Без вести пропали 19 людей. Открыто более 60 уголовных дел. 40 человек находятся в тюрьме. 20 находятся на подписке о невыезде. Геноцид крымские татары на себе ощущают уже не в первый раз. В мае 1944 года по приказу Сталина около 240 тысяч человек, почти все коренное население полуострова, депортировали с родной земли. Уничтожали и все культурное наследие крымских татар тоже. Сжигались книги, взрывались мечети, уничтожались даже кладбища. Из надгробных камней делали они тротуары, сенарники. Словом, полностью изменили географические наименования. 1118 населенных пунктов, городов, сел. Все было изменено, русифицировано. В 2014-м от кремлевского режима крымские татары ожидали повторения 1944-го. Мы вообще-то первые дни ожидали тотальной и снова депортации. Иснилось, что там мнения в Кремле в отношении крымских татар разделились на две части. Одни считали, что надо как-то договориться купить, запугать. А вторая линия была на то, что концепция была такая, что с крымскими татарами невозможно договориться. И поэтому надо действовать традиционными методами, то есть репрессии. Репрессиям крымские татары подвергаются каждый день. Говорить на родном языке нельзя, молиться в мечети нельзя. Отмечать национальные праздники также запрещено. Спецслужбы отслеживают даже лайки в социальных сетях. Каждое утро, как по будильнику в 8.00, крымские татары вздрагивают. Ждут новых обысков от российских карателей. Обысков, наверное, с момента оккупации на сегодняшний день уже было, наверное, произошло более 800. Уже не фиксируется даже. Потому что каждый день утром люди смотрят на часы, если уже 8-9 часов, а говорят, сегодня, наверное, не придут с обыском. К 73-й годовщине депортации коренного народа Крымского полуострова в Киев приехала друг Украины, депутат Европейского парламента Ребека Хармс. Говорит, Европа думает над ужесточением санкций против Кремля. Я считаю, что это неправильно, что каждые 6 месяцев ведутся дискуссии о необходимости продления санкций. Я считаю, что этот период нужно увеличить хотя бы на год. Все те, кто думают, что европейцы лишат Россию санкций, это не так. За права крымских татар Украина борется на мировой арене. Недавно по иску нашей страны Международный суд в Гаге обязал Россию прекратить репрессии коренного народа в Крыму. Маргарита Стецюк, Александр Копиловский, UATV. НАБУ призывает парламент не голосовать за законопроект, которым устанавливается контроль Генпрокуратуры и СБУ над бюро. В заявлении НАБУ говорится, что это перечеркнет важные достижения правоохранительной системы Украины за последние годы. В частности, в создании антикоррупционных органов. Если Верховная Рада примет этот закон, бюро будет вынуждено остановить расследование преступлений. Кроме этого, правоохранительные органы получат возможности для манипуляции с текущими делами, отмечается в заявлении Национального антикоррупционного бюро. Экснардеп Николай Мартыненко останется на свободе. Операционный суд Киева оставил без изменений решение Соломинского райсуда на взятие его на поруки народными депутатами. И решение обжалованию не подлежит. Николай Мартыненко был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в создании преступной организации и хищении средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сумма убытков, причиненных государству, оценивается в 17 миллионов долларов. 22 апреля Соломинский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов. Полиция задержала руководителя тетушек, которые избили ветеранов АТО в Днепре 9 мая. Советник нацполиции Ярослав Тракалом сообщил, что у задержанного богатое криминальное прошлое. Ранее были установлены 15 лиц, которые могут быть причастны к беспорядкам в День Победы. Полицейские задержали семерых подозреваемых. Троим из них сообщили о подозрении в совершении преступления. По двум проводят следственные действия, а один уже арестован на 60 суток. Также полиции стало известно, что хулиганам платили около 20 долларов за участие в беспорядках. Среди задержанных есть человек, который их финансировал. Напомню, во вторник в Днепре произошли столкновения между ветеранами АТО и тетушками. Пострадало несколько человек, в том числе сотрудники полиции. После инцидента уволено городское и областное полицейское руководство. Уголовные производства начаты по факту совершения хулиганских действий. Статья 296 по факту организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием. Статья 294 и 350 причинение телесных повреждений. Кроме того, след управлением прокуратуры Днепропетровской области начато и расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц работников национальной полиции Днепропетровской области по факту превышения своих служебных полномочий. И в четвертый день танкового биатлона «Сильная Европа», который проходит в Германии, украинские экипажи соревновались в скоростном вождении боевых машин. Сложность упражнения заключалась в том, что на участке с препятствиями необходимо было передвигаться в режиме движения вперед и заднего хода. Несмотря на техническое превосходство иностранных танков над Т-64 по скорости заднего хода, украинцы показали отличный результат и выжили максимум из своей техники. Накануне экипажи отрабатывали действия взвода в обороне. Натовские судьи оценивали действия взвода капитана Багаева. Украинские танкисты продемонстрировали слаженность и уверенность. Отметим, что зачетные баллы команд-участниц держатся в тайне и будут обнародованы в день окончания соревнований. Пока что на этом все. Больше в следующем выпуске тогда и подведем итоги. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин